Георгий родом из колгуевских оленеводов. Отучился в Наринмарской школе-интернате, затем армия. Довелось послужить в горячей точке. По окончанию службы вернулся домой. Сейчас работает в пожарной охране, единственного на острове поселка. А в свободное от работы время занимается любимым делом. Ну, пришел я, у меня пока было хобби собирать кости на берегу. Я люблю ходить по берегу и нахожу кости. А потом, когда их скопилось достаточное количество, я уже начал подумывать о том, чтобы что-нибудь вырезать. Это где-то началось года полтора назад. Вот, полтора года уже занимаюсь этим. Первые навыки мастерства Георгий получил еще в детстве. На уроках труда и занятиях по декоративно-прикладному ремеслу. Немало информации почерпнул из интернета. Главным считает в этом деле быть оригинальным. Вот очередная работа с клыком моржа. И название уже придумал. Охота на зубра. Ну, тут еще не целиком. Тут еще будут у нас отдельные взятые, как и фрагменты. Вот, там рельеф. Еще какие-нибудь животные добавлю. Людей. Ихнюю стоянку там возле огня. Что-нибудь такое там. Кто-то камни там обделывает. Ну, там мы их как раньше пользовались, скорее всего, я думаю, костяными да каменными ножами тогда в то время. Сюжеты для композиции, образы для фигурок, орнамента, оформления мастер берет из легенд и древних традиций народов Севера. Есть у него своя личная коллекция, которую он хочет сохранить для будущих поколений. А есть работы, что называется, на заказ. Вот это у меня саблезубый тигр. Вот. Я его делаю как бы под заказ из материала кости кита. Вернее, позвоночник кита. Он большой. Позволяет хорошо обрабатывать. Ну, кости хорошо обрабатываются. И дает такую структуру, как будто у нее даже не надо показывать, что это шерсть. Она сама показывает, как шерсть. Ну, рельеф у нее такой, как шерстистый. И получается, как его удобно делать, вырезать. Ну, тут добавлю когти еще. Клыки у него изготовлены из клыка моржа. Зубы также из клыка моржа. У Георгия получается быть оригинальным в своих работах. Прямо так и хочется спросить, а есть ли у тебя, как у мастера, свое клеймо? В ответ он показывает очередную работу. Ага. Остров Калгуев. Да, Остров Калгуев просто делаю. Вот это незаконченная работа. Тут тоже должна быть тематика, там, не знаю, моржебойное дело. Здесь моржебой должны были быть. С этой стороны здесь белый медведь. Но это все должно было быть на таком полусфере, костяной тоже. Здесь должно было быть, ну, не знаю, как настольная такая. В одной из работ Георгия отражена боль художника за ситуацию, сложившуюся на острове полтора года назад, связанную с падежом оленей. Он сам, как потомок колгуевских оленеводов, испытал на себе эту потерю. Теперь без поддержки государства, считает Георгий, оленеводство на Калгуеве не возродить. Ну, а предпринимать меры, какие-то, не знаю, делать мониторинг земель, проверять земли на наличие растительности, там, не знаю, которые пригодны для питания оленей. Естественно, что это все не получится без финансирования государства, без каких-то специальных, специально созданных программ для этих, как его, вот именно конкретно по острову Калгуев. Уезжать с острова Георгий не собирается. Здесь жили его предки, здесь растут его дети. Вот недавно для новогодней елки в детском саду сделали вместе с сыном украшение, символом будущего года. Сын у меня врезал вот эту, как его. Ну, я ему, правда, сделал это все по шаблончику, он вырезал меня и наклеивали вместе с ним. Ну, и вот эту тоже изгадавили вместе с сыном. Ну, да, потому что ему нужно было, чтобы он свой тоже вклад внес в эту игрушку. В планах мастера создать композицию, посвященную северному оленю. А первым помощником в ее изготовлении станет, конечно же, сын, который не только по сказкам знает, кто такие олени. Александр Усачев, телеканал «Север», остров Калгуев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова